Компания по иммунизации, вышиванка новорожденному и День независимости Беларусь отметила свой главный праздник. Как это было? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Июльские изменения, новый больничный и союзное государство. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Какие затронули темы? Смело смотрим в будущее. Беларусь отметила свой главный государственный праздник. Весь белорусский народ с Днем независимости. Как это было? Ярко и с размахом. В День независимости Бобручане вспомнили каждого героя. Мы обязаны сохранить память нашего великого народа победителей. Что еще было в программе? Привит значит вооружен. В городе продолжается кампания по вакцинации. Мы все медики стараемся сделать как можно больше сегодня прививок. Где можно записаться? Смертельная жара, ковид-паспорта и прямая линия. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян более трех часов. О чем спрашивали? Гордимся прошлым, ценим настоящее, смело смотрим в будущее. Беларусь отметила День независимости. В Минске праздник начался на Кургане славы, священном месте для каждого белоруса. Здесь прошла церемония возложения. Минуты молчания почтили память о героях Великой Отечественной войны. Возложил венок в мемориальном комплексе и президент Александр Лукашенко. После глава государства обратился к собравшимся, белорусский лидер отметил, что многие хотят переписать историю, поэтому эту дату и праздник нашему поколению надо отстаивать. Сегодня у нас самый главный, святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Ни в коем случае нельзя растворить этот праздник в разного рода заявлениях и предложениях о том, что не тогда празднуем, надо было в другое время и так далее. С этого начинается уничтожение любой идеи. Это наш праздник, всенародно признанный, признан на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа, День независимости. И в этом сакральном месте я всех вас хочу поздравить с этим светлым праздником. Весь белорусский народ с Днем независимости. У дворца спорта развернулась праздничная ярмарка. Возле стела «Мисс Город Герой» выступила арт-группа Хор Турецкого. Здесь же состоялся галоконцерт «Беларусь Единая». В нем приняли участие звезды белорусской эстрады и творческие коллективы страны. В 23.00 небо столицы украсил праздничный фейерверк. В Бобруське центром празднования Дня независимости стала Площадь Победы. По традиции город встретил его с размахом в программе. Митинг, флешмоб, конкурс автоледи, хит-парад диджеев и многое другое. Красивым завершением стала акция «Споем гим вместе». Все подробности у Карина Гуревич. Площадь Победы. На часах 11.00. В главный для всей страны праздник здесь сотни людей. Представители исполнительной власти и депутатский корпус, общественные и молодежные организации, воины Бобруйского гарнизона и почетные граждане города. В руках цветы, как дань памяти героям, которые завоевали мир и независимость для нашей Родины. Центр торжественного митинга «Танк Т-34», установленный на могиле генерал-майора Бориса Бахарова. У его подножия звучат песни. Рядом молодежь, которая держит в руках один из главных символов белорусской государственности – национальный флаг. Я благодарю всех наших жителей нашего города, гостей нашего города за их искренность, за их отношения и понимание, что именно своим трудом, своим учением мы можем сохранить этот мир. Крепкого здоровья всем, благополучия и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне. С праздником, уважаемые в обручане! Мы обязаны сохранить память нашего великого народа-победителя и передать его будущим поколениям. Поэтому независимость – это самое ценное, что может быть у любой страны. И хранить независимость, хранить мирное небо над головой, священный долг каждого в обручане. В 14 часов главной локации празднования становится площадка вблизи Бавруйской арены. Первый – флэш-моб «Я люблю Беларусь». Фигура в виде сердца, национальный флаг и, самое главное, светлые и настоящие эмоции, которые никого не оставляют равнодушными. Конкурс «Автоледи» продолжает праздничную программу. Змейка, диагональная парковка, заезд задним ходом в гараж – только некоторые из этапов. Десять прекрасных участниц борются за почетное звание и доказывают, что девушка за рулем – к счастью. Зачастую говорят, что девушка за рулем, девушка и автомобиль – это несовместимые понятия. Наш конкурс как раз-таки доказывает обратное, чему подтверждение дают сотрудники госавтоинспекции, инструкторы объединенной школы ТСАФ, потому что наши девушки на автодроме показывают очень высокие результаты, также на знание правил дорожного движения. Сегодня дома людей не застать. Все здесь. Развлечения на любой вкус и цвет. Как для детей, так и для взрослых. Выставки, фотозоны, игровые площадки. Организации города постарались на славу, чтобы никому не было скучно. Веселая музыка, улыбки и памятные фотографии традиционно сопровождают День независимости. К вечеру децибел становится больше. Хит-парад диджеев в обручании и гости города принимают с особым энтузиазмом. Со сцены звучат известные треки со всех топ-чартов. На десерт – праздничный концерт. На сцене – лучшие творческие коллективы. В программе – всем знакомые песни о любимой Беларуси. Мне очень понравился сам концерт. Музыка молодежная. Все весело и хорошо. Нет такой атмосферы, что много-много людей. Давка такая нет, как в Москве. У нас в Москве по всем районам, но вот такого праздника. Как впечатления от сегодняшнего вечера? Хорошо. Диджеи выступали, очень понравилось. Молодежь, смотрю, вся зажигала около сцены. Хорошо. Центр города сейчас здесь, на Ледовом дворце. Люди отдыхают. Я надеюсь, что споют с удовольствием гимн нашей страны. Поэтому желаю всем здоровья и всех возраста праздников. Днем независимости, республики Беларусь. Финальный аккорд – акция «Споем гимн вместе». В унисон мы, белорусы, мирные люди, поют тысячи бавручан. Неподдельная атмосфера народного единства. Сегодня мы должны быть благодарны героям, которые отстояли мир и свободу. Помнить и чтить великую историю победы. А самое главное – беречь и защищать суверенитет, чтобы передать будущему поколению такую же чистую и светлую Беларусь. Ведь День независимости – праздник, который объединяет всю страну. Это – главная дата в календаре государства. Символ суверенитета и гордости. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Символ Беларуси для самых маленьких. В Бобруйском роддоме мамам малышей, рожденных в день города, вручили подарки. Одежда с национальным орнаментом от БРСМ. Символические сувениры от общественной организации «Беларусь». Все гостиницы для шестерых маленьких бобручан. Это счастье, это радость в семье. Во-первых, это не первый наш малыш, это второй наш малыш. Мы очень рады. Главное – не бояться, потому что, знаю, очень многие боятся. Ничего страшного у девочки нет. Так что все прекрасно, все здорово. Здесь очень хорошее отношение персонала. Очень всем довольны. Приходите, не бойтесь. Это юные граждане города Бобруйска, нашей страны. И мы очень надеемся, что они будут расти крепкими, здоровыми, умными. И их победы будут прославлять наш город, как у нас в республике, так и далеко за ее пределами. Дарить вышиванку – хорошая традиция. Хоть внесенные коррективы из АКОИ-19 сохранились, поздравления получились теплыми и душевными, и, конечно, соблюдением антиковидных мер. Телефонный разговор, выпускные экзамены и госконтроль. Март продлил регулирование цен на социально значимые товары до 23 сентября. Какие продукты в списке? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах. Отдельно главы государств остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями стороны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы. Июль принес несколько изменений. В частности, нововведения коснулись бюджетников. Например, для медиков отменили максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность работы. В сфере культуры отныне предусмотрены выплаты за высокие профессиональные и творческие достижения – до 25% от оклада. А сотрудники информационной сферы могут претендовать на премии в размере до 50% пунктов. Минздрав и Минтруда вносят изменения. Теперь, если человек, уже находясь на больничном, заразится COVID-19, либо получит бытовую травму, нужно открывать новые листы нетрудоспособности. Еще одно нововведение – по беременности и родам больничное можно открыть в стационаре. Изменения вступят в силу 23 июля. Март продлил регулирование цен на социально значимые товары до 23 сентября. В список входит почти два десятка позиций, в том числе гречка, маргарин, вареная копченая колбаса, свежий чеснок. В постановлении предусматриваются и изменения. Исключается регулирование цен производителей и импортеров на детское питание, соль, черный чай и растворимый кофе. Минобразование утвердило выпускные экзамены в школах Беларуси в новом учебном году. Девятиклассники, как и прежде, будут сдавать три предмета – диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники напишут изложения по белорусскому или русскому на выбор. Контрольную по математике устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык. Стоп коронавирус. В Бобруйске продолжается кампания по иммунизации. Прививку можно получить прямо на работе. Медбригады продолжают выезжать на предприятия. На этот раз врачи третьей поликлиники развернули процедурный кабинет на заводе биотехнологий. Как проходит вакцинация, расскажем прямо сейчас. В мае 2020-го жизнь Натальи Вороновой разделилась на до и после. Коронавирус внес коррективы в ее привычный быт. Десять дней реанимации и еще три недели на больничной койке заставили сильно задуматься о своем здоровье. Вирус дал осложнения на зубы и коленные суставы. Именно поэтому она решилась на прививку. Первый компонент ее организм принял хорошо. Сегодня вводят второй. У меня не было никаких симптомов. Как будто таблеточку выпила или как комарчик укусила. Я так переболела, поэтому я не хочу больше так болеть. Это было очень серьезно. И всем семье сказали, что только прививка, потому что так болеть не надо. Это очень тяжело. Процедурный кабинет сегодня развернулся на заводе биотехнологий. Перед введением препарата – опросы, осмотр врача. Плюс кардиолог и невролог измеряют пульс, давление, уровень сатурации. К слову, среди желающих привиться не только работники, но и их родственники. Медики готовы принять любого желающего. Доз для этого хватает. Понимая опасность этого вируса в связи с его последствиями тяжелыми по воздействию на человека, мы все, медики, стараемся сделать как можно больше сегодня прививок. Мы видим сегодня активное желание со стороны населения. Мы видим сегодня, что люди тоже уже озабочены состоянием своего здоровья. И создаем все условия для того, чтобы все возможности наши реализовались совместно с желаниями наших граждан. Сейчас вакцина есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. Стоит отметить, после необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию. В нашем городе и в нашей стране используются сейчас два вида вакцины. Это китайская вакцина клетки Веро и вакцина российского производства. И производство Республики Беларусь – это ГАМ-Ковид-Вак или спутник ВИ. В стране разрабатывается и собственная вакцина. Над ее созданием трудятся пять лабораторий. Скоро начнутся испытания. К осени завершат разработку опытного образца. И уже в следующем году начнут производство. К концу 2022-го планируется привить 60% населения Беларуси. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Сто лет Компартии Китая. Настоящее пекло и новый документ. В ЕС вступили в силу так называемые ковид-паспорта. Для чего они нужны? Далее обзор громких мировых заголовков. В России прошла прямая линия с Владимиром Путиным. За 3 часа 42 минуты президент ответил на 68 вопросов. Самыми популярными темами стали коронавирус, Украина, экономика, экология, международные отношения. Спрашивали и о личном. Люди интересовались, поет ли Путин, когда отдыхает, кто крахмалит его рубашки и о чем он мечтает, и как относится к диетам. В ЕС вступили в силу так называемые ковид-паспорта. На сегодня разработаны три вида – о выздоровлении, отрицательном тесте и вакцинации. Этот необязательный, но желательный документ призван упростить путешествия, а также упорядочить санитарный контроль на уровне стран-сообщества. Он выдается в электронном виде, снабжен QR-кодом и цифровой подписью. Срок его действия – 12 месяцев. Неделя аномального зноя на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей. Только в провинции Британская Колумбия число погибших от причин, связанных с устойчиво высокой температурой, приближается к полутысяче. На днях здесь зафиксирован новый рекорд – плюс 49,5 градусов. Военные НАТО покинули базу Баграм. Аэродром к северу от Кабула считался основным местом дизлокации американских сил на протяжении 20 лет. С начала операции США в Афганистане. О ее завершении Вашингтон заявил еще в апреле. Вывод иностранного контингента из страны у многих местных жителей вызывает тревогу. Ведь его присутствие было сдерживающим фактором для экстремистских группировок. Столетие Коммунистической партии Китая в Пекине отметили с размахом. В праздновании на площади Тянь-Аньмэнь в центре столицы приняли участие около 70 тысяч человек. В честь юбилея было произведено сотня пушечных залпов, а в небе истребители вертолеты образовали цифру 100. Также китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что под руководством Компартии народ сумел искоренить абсолютную бедность и построить общество средней зажиточности. А эпоха, когда Китай терпел унижение, ушла в прошлое. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кимбель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин